Приветствую вас, мои дорогие друзья. Есть такая старая легенда, очень древняя, что когда-то на этом канале выходили видео про хорошие книги. Никто уже не может подтвердить это или провернуть, и вы знаете, что Земля, она круглая, как и книга. Поэтому рано или поздно мы должны были вернуться к истокам. И сегодня мы это сделаем. Не так давно я обратился к самым умным, начитанным и сексуальным людям этой планеты с вопросом, какая у вас любимая книга. И из этого материала составил топ-20. А я бы назвал это идеальным научным исследованием. Исследование. Наука. Поэтому наливайте себе сладкий крот, берите вкусную булочку и погнали. Очень много прекрасных книг были близки к топу, но чуть-чуть не хватило. Это Чак Паланник, Дюма, Голдинг, Стругацкие, Люци Синь, Мамлеев еще, кстати. Стивена Кингова называли очень много, но проблема в том, что он настрогал так много романов, что голоса просто равномерно разошлись и ни одна из книг не попала в топ. Такое тоже бывает. Но в истории остаются только победители. О них давайте и поговорим. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Ну что ж, друзья, наш топ веселых, добрых книг для всей семьи открывает роман Патрика Зюскинда «Парфюмер». Напомню, что это книга про молодого парня, который убивал девушек для того, чтобы создать идеальный парфюм. Да, так возможно. Я так всегда думала, я так всегда хотела. Неизбитая метафора «Душа и запах» — это размышления о гениальности как о злодействе. Но при этом читатель не самый искушенный, и я не про вас, я про других неискушенных читателей. Тоже роман зайдет. Прекрасная книга для всей семьи. С вашим выбором согласен. Одобряю. Если бы в этом топе не было старика Лимонова, я бы расстроился, скажу честно. Однако он есть на девятнадцатом месте роман «Это я, Эдечка». У меня любимая книга — это дневник неудачника, но как бы ладно и так пойдет. Тем более я понимаю, что, наверное, с культурной точки зрения «Это я, Эдечка» — дебютный роман автора — более значительный. Потому что пройдут года, столетия, возможно, и люди будут размышлять, быть или не быть. Сосать у них. Если серьезно, то, конечно, Лимонов — это веха в развитии русской литературы. Человек, стоявший у истоков постмодерна литературного. А еще у него невероятно увлекательная биография. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня Лимона воспринимали не через призму политики, потому что в историю он, конечно, войдет как писатель, а не как политик. Да и более того, лично я воспринимаю его карьеру политика, его партию, как некий перформанс. Можно Лимонова любить, можно не любить, но с одним спорить невозможно. У его книг, особенно у ранних романов... Там прям энергетика такая плотная, но очень хорошо, конечно же. 18 место — Фрэнк Герберт и его Дюна. Опять же, если вам такое нравится, заебись, читайте, это реально хорошая литература. Но мне тяжело читать научную фантастику, фэнтези с огромным проработанным миром. Но я из тех людей, которые лучше сериальчик посмотрят или фильм дождутся. Разумеется, смотря двухчасовую экранизацию, я упущу очень много важных моментов. Как общество устроено, там, религия и все такое. Это реально очень важно, я это понимаю. Но мне так похуй. Опять же, это не претензия к книге, это мое личное восприятие. Я думаю, что среди вас есть люди, которые прочитали весь цикл, там потом сын писал еще миллион книг и получили огромное удовольствие. Просто не совсем моя литература. Когда-то мне такое было интересно. Сейчас? Нет, спасибо. Обойдусь как-нибудь. Но книга прекрасна, естественно. А еще, по-моему, это любимая книга Хованского. Опять же, я почему-то не суперфанат. То есть для меня какая-то тяжелая немножко энергетика у книжки. Семнадцатое место, и это один из лучших латиноамериканских писателей. Пауло Каэлью. Напиздел немножко, вы уж простите, Гарсио Маркес. Сто лет одиночества. Мне стыдно про это говорить, но я читал очень давно и плохо помню. Причем я люблю латиноамериканскую литературу. Наверное, про Борхеса или про Варгас Альоса я бы нашел, что сказать. Но сто лет одиночества я читал в институте. Мне кажется, я очень так поверхностно этот текст воспринимал в то время. Но в любом случае, очень круто, что в этом списке есть латиноамериканский автор. И знаете, такой еще момент. Если мне нечего сказать, пишите в комментариях. Расскажите, что за книга, почему стоит прочитать. В общем, про все это рассказывайте. Я думаю, это будет интересно и мне, и другим зрителям. Спасибо вам за контент в комментариях. Я очень сильно люблю, когда вы так делаете. 16 место, и это единственная антиутопия в этом списке. Как ни странно, это не Хаксли, не Голдинг и даже не Оруэлл. Это Замятин и его роман «Мы». Нет, я, конечно, не жалуюсь. «Мы» — прекрасный роман. Мне кажется, может быть, немножко устарел на фоне своих предшественников. Я прекрасно понимаю, что брать какую-нибудь антиутопию и сравнивать с нашей реальностью — это любимое занятие многих из нас, и я в том числе, естественно. Но Замятина я, конечно, не вижу. Потому что люди, объединенные одной целью великой, это как бы нихуя не про нас. Но напишите в комментариях, как вы думаете, на какую антиутопию больше всего похожа наша реальность. Из интересного вы, наверное, знаете, что должна была выйти экранизация этого романа в России. Но этого не случилось. Ее отменили. У меня есть предположения, почему, но озвучивать я их не буду. Хотя вмешательство государства в личную жизнь, наверное, это прям актуалочка. Зря я списал Замятин, на самом деле. Очень актуально, короче, в нынешнее время. Давно у нас не было в одном видео столько хороших книг. Знаете, я даже немножко расчувствовался, поностальгировал, вспомнил домашнюю библиотеку. Как жалко, что нельзя все взять, в чемодан сложить и путешествовать. Зато с другим не менее благородным увлечением немного попроще. Я говорю про парфюмерию. Посмотрите, какую красоту мне привезли. Это аромабокс с сайта rendezvous.ru. Давайте его распакуем. В этой небольшой коробочке целых 8 ароматов. На сайте можно выбрать мужские и женские, но в моем случае это унисекс. Очень удобно брать на двоих. Ну и мне нравятся такие более нейтральные ароматы. Можно подобрать наборы от разных брендов, но у меня такая моноколлекция. Все ароматы от Tom Ford. Я, наверное, не буду оригинальным. Мне больше всего нравится аромат Tobacco Vanille. Такой, знаете, благородный, как мой YouTube канал. Кстати, такая коробочка – это отличный вариант для того, чтобы протестировать дорогой парфюм. Потому что жутко обидно, когда ты покупаешь себе большой объем, а потом просто тебе не подходит. Конечно, в магазине можно попробовать, послушать аромат, но все равно это ниша и парфюмерия. Нужно время, чтобы он раскрылся. Нужен некоторый опыт. И это отличный вариант для того, чтобы найти прямо вот свой аромат. А еще это отличный подарок. Посмотрите, какая небольшая стильная коробочка. Так что приятно закрывается, открывается. Нишевая парфюмерия гораздо ближе к литературе, чем к яжеса. Потому что каждый аромат – это отдельная история, рассказанная парфюмером. И нужно тоже научиться ее слушать. Слушать. Обязательно заглядывайте на сайт randewu.ru, там огромное количество косметики, парфюмерии, очень удобная навигация. Но я, разумеется, советую обратить внимание на эти потрясающие боксы. На сайте хорошие скидки, но вы все равно используйте мой промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Очень жаль, что в такую маленькую коробочку нельзя положить 8 бумажных книг. Ну, наверное, очень маленьких можно. Но, как говорится, есть нюанс. Зато сюда отлично помещаются 8 прекрасных ароматов. Ссылочка в описании. 15 место. И здесь, наверное, могла быть еще одна антиутопия, потому что это Рэй Брэдбери. Но внезапно вы выбрали «Виной за дуванчиков». Честно говоря, я давно читал «Виной за дуванчиков». Плохо помню сюжет, но, по-моему, это про школьника, который тусил где-то в деревне, в американской, у бабушки, там, с семьей, все такое. Сюжет, наверное, особо и не важен, потому что Брэдбери, во-первых, и так очень лиричен. Там редко когда про сюжет. А во-вторых, это, наверное, та книга в этом списке, которая реально может подарить чувство счастья и умиротворения. Вы, наверное, опять скажете, что я зря гоню на фэнтези. Но это реально моё мнение, что люди читают фэнтези зачастую, чтобы сбежать от реальности. Так вот, если вы хотите сбежать от реальности, но не любите фэнтези, то «Виной за дуванчиков» лучший вариант. Книга с самыми просто добрейшими вибрациями души, которые только могут существовать. Четырнадцатое место и как-то неудачно получилось, потому что это Гюго отверженное. И я эту книгу не читал. Причём я большой фанат французской литературы. Наверное, французская литература моя любимая. После русской. А может быть и перед русской. Хер знает. Короче, напишите в комментариях, почему отверженная это лучшая книга на свете, а я такой мудак не прочитал. Гарри Поттер и методы рационального мышления. Всё, что я знаю про эту книгу, это то, что она потрясающая и все в восторге. Это, собственно, всё. Честная пионерская, я эту книгу прочитаю. Я бы поклялся на лето в пионерском галстуке, но у меня этой книги просто нет. Да. Это Гарри Поттер, это Гарри Поттер, это тоже, это база. И это Достоевский и его идиот. Если брать не по названиям книг, а по упоминаниям писателя, то Достоевский самый популярный в этом топе. Сто процентов. Я, разумеется, не хочу гнать на Достоевского, потому что это великий писатель русский. Возможно, это и есть русская классика. Но не знаю, почему-то мне сейчас это не сильно интересно. Эти долгие монологи о Боге, о душе, о искуплении. Сейчас мне читать это не хочется. Хотя, возвращаясь к идиоту, наверное, князь Мышкин — это один из самых интересных образов у Достоевского. Поэтому книга прекрасна, естественно. Ставлю класс. Для меня какая-то тяжелая, немножко энергетика у книжки. Многие восторги, но для меня она какая-то страдальческая. Властелин колец на 11 месте. Профессора Толкина. Вы знаете, я люблю покидаться камнями в фэнтези. Дай мне камень, брошу в фэнтези. Обязательно. Но в данном случае Толкин — это неприкосновенно для меня. Абсолютно. Во-первых, я считаю, что знакомство с фэнтези стоит начать и закончить Толкином. А во-вторых, возможно, это лучшая книга в мире. Не только среди фэнтези. Среди фэнтези понятно, это несложно. Но и в принципе. Я считаю, что Толкин сделал гениальную вещь. Он написал очень сложные, многослойные произведения с очень простой идеей. Это борьба добра со злом. На моем канале есть очень старое видео про Ника Перумова. И мне пытались доказать, что Толкин, он примитивный. Потому что добро, зло, там, черное, белое, все понятно. А другие писатели-фантасты, у них все сложнее. У них есть оттенки. И поэтому они как бы выше, глубже, интереснее. Возможно, я скажу парадоксальную мысль. Но я считаю, что не нужно много ума, чтобы взять жанр, созданный Толкином, и добавить в него добрых орков. Это, блядь, несложно, поверьте мне. А «Властелин колец», «Хобби туда и обратно» — это, конечно, гениальные произведения. Селим Релион читать невозможно. Книга — это просто, like, the Bible, Библия. Десятое место. «Тайная история» американской писательницы Доны Тарт. Откровенно говоря, я не читал. Более того, я ищу гол пропустил. Когда был хайп, когда он получил Пуллицера, я понимаю, что все читали, я тоже собирался. Но как-то вот оно вот... Не буду свой поток портить чужими потоками. Девятое место. «Москва. Петушки Ерофеева». Это однозначно шедевр. Книга одновременно невероятно смешная и, возможно, самая точная аллегория на современную Россию. Ошибочно полагать, что это книга про пьянство, хотя это основной двигатель сюжета, книга, естественно, про поиск рая. Я думаю, вы знаете, что книга была написана в советское время, однако российский читатель смог ознакомиться с ней то ли во время перестройки, то ли после развала Союза уже. Но мне кажется, что сейчас этот роман наиболее актуален. Очень актуально в нынешнее время пипец. То есть как раз... На восьмом месте Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Прекрасный роман про любовь, дружбу, но для меня немножко странно, почему именно эта книга. Долгое время для меня любимой книгой Ремарка был роман «На Западном фронте без перемен». Настолько крутой, что его даже Рогозин переписал, назвав «На Западном фронте без перемен». Кстати, была новость, что книга Рогозина продалась с тиражом 100 экземпляров. Скорее всего, это те люди, которые просто перепутали. Я представляю чувство этих людей, которые купили антивоенный роман, открывают, а там про жопу Рогозина. Хотя сейчас я бы, наверное, назвал «Ночь в Лиссабоне». Моим любимым романом у Ремарка, но в любом случае Ремарк крутой, сейчас особо актуален, рекомендую. Книга для всей семьи. Просто must read. «Дом в котором» – Мариам Петросян. Я хорошо помню, когда книга только вышла, завирусилась, все ее обсуждали, сравнивали эмоции. Я выпустил видео и обосрал ее. Но теперь думаю, что, возможно, несправедливо. Потому что, мне кажется, книгу испортили ее фанаты. Они наделили ее какими-то свойствами невероятными, изотрическими. Если книга тебе не понравилась, то тебя просто не впустил в дом, магия не произошла, и ты как бы поел говна. И меня это жутко бесило. Я думаю, что все-таки я поддался желанию спровоцировать фанатов, и был не до конца объективен. Хотя с этой хуйней, пустил или не пустил в дом, они сами виноваты, я считаю. Я думал, что хайп совсем спал, но если книга есть в этом топе, то, наверное, до сих пор популярна. Я уже, видимо, на другом каком-то своем уровне осознанности читаю. Портрет Дориана Грея. Не скажу, что я большой поклонник Оскара Уальда. Для меня это скорее тот случай, когда мне просто нравится сюжет. Это хорошо написано, это интересно. Самая очевидная, легко считываемая тема совести мне, наверное, была интересна в более юном возрасте. Вопрос роли искусства, наверное, сейчас мне более интересен. Я всегда говорил, что я считаю, что искусство, оно существует вне морали. И искусство никому ничего не должно. Да блин, чуваки, я ни на кого не обижаюсь, мне в целом похрен. Пятое место. Братья Карамазовы. Четвертое место. Преступление и наказание. Достоевский, конечно, невероятно популярен оказался, но, наверное, я все уже сказал. Действительно, сейчас мне читать его не так интересно. Долгое время я, в принципе, считал преступление и наказание моей любимой книгой, но сейчас мне кажется, что немножко тягомотно. Ну и мне, в принципе, довольно тяжело говорить про классику, тем более про такую тяжеловесную, как преступление и наказание, братья Карамазовы. Это база интеллигента, назовем это так. Третье место. Мастер и Маргарита Булгакова. Очень интересная линейка с Понтием Пилатом, то, что есть, да, две линейки героев. Конечно, в этом романе чуть больше, чем две сюжетные линии, но минимум три. Может быть, даже четыре можно выделить. Но я думаю, что при первом прочтении у тебя только две открываются, а при повторном появляется третья. А потом и четвертая. Ну, знаете как, в видеоиграх так работает. Булгакова, конечно, видеть в тройке очень приятно. От прочтения получаешь огромное удовольствие. Булгаков — это Булгаков. Второе место. Дэниел Киз. Святый для Элджерона. Прекрасный роман, без сомнения. Очень забавно. На сайтах типа Валберес можно найти эту книгу и почитать отзывы. И там реально есть люди, которые возмущаются, что книга плохо написана, не отредактирована, и там есть ошибки. И, по-моему, это прекрасно. Ну, а в целом трогательная, немного грустная история. Приятно видеть ее так высоко. Вообще, конечно, интересно, что в этом топе нет ни одной плохой книги. Откровенно плохой. Не все мне нравятся. Я, конечно, составил бы другой топ. Конечно, некоторые пытались рофлить, что-то забавное писать, но в топ это не попало. Никакой эзотерики, никакого инфо-цыганства, только книга с ужасными ошибками. Первое место, честно говоря, внезапно для меня. Мартин Иден, Джек Лондон. Прекрасная, жизнеутверждающая история, про писателя, который, невзирая на невзгоды, трудности, шел к своей цели и закончил жизнь самоубийством. Я извиняюсь за спойлер, но это не считается. То, что Анна Кренина попадет под поезд, Раскольников зарубит старушку, это не спойлеры. Вы уж простите. И Мартин Иден тоже не спойлер. Несмотря на трагичный финал этой книги и на похожую биографию автора, все-таки Джек Лондон очень жизнеутверждающий писатель. И мне приятно видеть его на первом месте. Там тоже такой вайб добра, вайб веры в себя, вайб того, что все возможно. Что я могу сказать про тот топ, который вы для меня составили? Здесь, по-настоящему, много хороших книг. Мне даже на секунду стало стыдно, что я снимаю много видео про инфо-цыган, про всяких эзотериков. Хорошо, что всего на секунду. Иначе было бы тяжело. Пишите, как вам этот список, с чем вы согласны, не согласны и, конечно, какая ваша любимая книга. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся очень скоро. Пока, друзья. Будьте клевыми.